В настоящий момент будет происходить, как я надеюсь, эвакуация транспортного средства, которая дает нарушение правила остановки на стоянке транспортного средства, уходом по АПУ. Поэтому, в соответствии с этим, сотрудники ГИБДД, которые в ближайшее время подъедут к миру данного транспорта. Способ эвакуации будет с честным подъемом перед эвакуации и будет отправлен на специализирование. Что касается данных транспортного средства, и в средствах класс информации, и граждане, очень много обращений по поводу того, что для всех существует принудительная эвакуация, а данные владельца транспортного средства остаются безнаказанными. Ну, в связи с тем, что длинная база, и не всякий эвакуатор это сможет сделать, ну, мы нашли эвакуатор, присутствует, вот, все в новости соответствует закон. А где именно будет стоять данный лимузин в ближайшее время, если удастся его эвакуировать? В специализированной стоянке. В каком сравнении? В заводском, потому что там есть возможность для того, чтобы ввести именно специализированный проект. Дело в том, что у нас, соответственно, законодательством территориального отделения не установлено, вот, поэтому мы не нарушим правила, если эвакуируем его в заводскую и в заводскую. А сам водитель будет предупрежден? Сам водитель не будет предупрежден, он, когда придет за транспортным средством, как бы, обнарушит факт, что оно было эвакуировано. И это полностью процедура, которая происходит в соответствии с законом номер 200 в Саратовской области о перемещении транспортных средств на специализирование строительства. То есть, так же, как и для обычного дыркового транспорта, вся та же самая процедура, поскольку это так же является. Удалось ли выяснить, кто хозяин данного транспортного средства? Ну, по сообщениям в соцсетях, как бы, данное транспортное средство есть на сайте у организации, которая предоставляет услуги по свадебным коттеджам и перевозке пассажиров во время проведения свадьбы. А это свадьбы предупреждали? Цель предупреждена. То есть, люди в средствах массовой информации видели то, что данное транспортное средство вызывает большой общественный резиденции. Более того, мы наблюдаем то, что тут стоит вот так. Остановка запрещена, работа в троукатах. И для чего предоставлять определенным лицам более привилегированное положение относительно всех остальных граждан, я не вижу. У нас есть прокуратура, она подписана в законодательстве, и она будет в настоящий момент исполнена. Неделя. Что? Все, что? Здесь кайф? Я что, вас разговаривала? Я их убедила, что не надо снимать. Ну и вот.